здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня будем говорить о прекрасном а музыки не только музыки которая рождается просто так возможно в голове супер музыкальных людей ну и о музыке которая существует и как жанр когда музыка может быть заказано когда музыка пишется для кино когда музыка пишется для каких-то специализированных проектов одним словом у нас в гостях сразу два человека один музыкант один культуролог это то соединение когда культуролог чем-то помогает музыканту и музыкант может что-то у культуролога так сказать взять для своей работы представляю вам ну во первых наш старый друг это российский музыкант композитор георгий гусев и второй наш гость гостья это кристина пантелеева культуролог которые я так понимаю вы познакомились на недавнем проекте да который посвящен соединен там соединение научная и музыкальная проблемы онкологии рака и да так и называется музыка клеток и вот я так понимаю что в этом проекте где георгий писал музыку вы занимались заведовали художественной частью как в театре можно и так да ну вот когда композитор сам пишет музыку вот он увидел птица пролетела я не знаю так бывает может было пролетела птица и вдруг вы корцы раз сел и да кстати нам для художников хорошо работает и для музыканта а бывает когда музыка пишется либо человек вдруг чем-то интересуется и даже сам того не понимаю но композитор дух у него рождается идея это каким-то образом не знаю если такое слово может быть не очень приятно а музыкалить позволить себе придумать чем нельзя придумать новое слово в эфире а бывает когда исходя из художественного замысла исходя из идей до художнику ставится некая он даже не знает это ставится задача чтобы вот вот а что вы можете под это написать кстати я думаю георгий не согласится со мной что огромное количество музыкантов композиторов написавших музыку для кино документального кино для художественного для сериалов даже когда иногда музыка живет даже дольше и больше популярна чем то для чего было написано совершенно верно вы не надо далеко ходить джон уильямс все прекрасно узнают кино благодаря его великим композиции описанным главным тем достаточно вспомнить тему и дианы джонс на вот такая включать даже не надо включать телевизор или какой-то монитор или телефон музыка пошла и ты уже в наоборот ассоциативно когда человек слышит музыку он тут же вспоминает визуально да он выстраивает картинку вот и кстати в данном случае на нас ему проще делать потому что когда слышишь просто мелодию и сам себе картинку рисуешь это же интереснее а так уже она как бы существует но вернемся к кристине кристина вот как соединяется художник художественная часть творческая часть именно конкретно с музыкальной мне кажется вы затронули затронули сразу две большие темы это вдохновение и профессионализм мне кажется что когда речь заходит непосредственно о написании музыки к фильму здесь все-таки больше о профессионализме но ведь все равно вдохновение даже может же мог же георгий сказать нет меня это не устраивает я не хочу мне это не я занят я пишу про птицу которая пролетела что-то из разряда каприза уже не то что не хочу а может быть я конечно утрировал но бывает такой случай что вот но них композитору это неинтересно в данном случае вот безусловно бывает но здесь даже я не знаю далеко ли мы зайдем или не так далеко можно вспомнить историю с нашим великим композитором петром ильичом чаковский который написал наверное самое знаменитое для большинства людей произведения лебединое озеро на заказ его просто нужны были деньги поэтому как вы считаете кристина слушатели тоже надо как-то подготовить к музыке к любой музыки вообще да потому что как обычно режиссер который ставит спектакль и мукаются вот здесь и все думают вот смешно до вышел актер там как-то такое сделал движение вот это оставляем потому что и все потому что все засмеялись кто ну там сидит на репетиции всем показалось что это такое четкое место где должна быть какая-то реакция потом они делают этот спектакль один раз ставят второй третий но нет никакой реакции ничего и потом этот момент как-то сглаживается как подготовить сегодня на слушателя к вот таким вот визуализированным музыкальным произведением вы имеете ввиду вроде этого проекта но вы знаете мне кажется что вообще в целом этот проект который рассказывает о достаточно страшной теме для многих как раз таки и создан для того чтобы вовлечь человека в такое состояние при котором он перестанет воспринимать эту тему как страшную как тему на которую ему хочется просто закрыть глаза как-то откреститься и забыться преподнести ее как тему о которой нужно поговорить о которой нужно подумать и возможно сделать какие-то собственные выводы но естественно и визуальный ряд и музыка и все помогает человеку войти в то состояние но если не и спокойствие то по крайней мере желание продолжать смотреть и возможно образовывать себя как-то в этом направлении а георги вам такой вопрос вот ну сейчас все как это не скажу что все музыку пишут слава богу хотя многие говорят что они пишут музыку уже любую да но многие считают себя людьми которые снимают кино на мобильный телефон потому что много всевозможных программ видео редактора и вот в программе видео редактора самого простого есть два обязательных элемента это видео ряд дорожка и дорожка аудио дорожка и вот они соединяются датки там уже отсняли мы материал неважно какой и мы уже эту дорожку можем подложить три дорожки 4 дорожки одно из другого переходит и так далее и тому подобное вот вы когда работаете над музыка над музыкальным сопровождением скажем так этого проекта и других возможно проектов вот вы как-то графически себе выстраиваете что вот под такую картинку у меня здесь должен быть вот такой какой-то всплески я не знаю синусоида там такая либо вы сначала вот просто это делаете какой-то хорошим в темноте да вот вы это увидели запомнили и создаете либо все-таки идет графическая математическая работа но безусловно надо сказать что во первых музыка которая пишется к кино неважно это художественная документальная она всегда основана на сценарий сценарий нас подготовлен совместно с замечательным журналистом и профессиональным химиком любовью стрельниковой и когда я прочитал сценарий и начал думать о том как мне рассказать эту историю посредством музыки безусловно и само название музыка клеток да соответственно это будет клеточная музыка музыка на уровне клеток то есть музыка очень детальная чтобы человек понимал что это не какой-то широкий обзорный материал панорамные съемки нет это все что человек ученый из регулярная съем может увидеть через микроскоп и микроскоп собственно будет являться центральным предметом в нашем фильме мы берем интервью замечательного ученого американского ученого герри гринберга который первым в мире изобрел трехдименционный микроскоп он рассказывает нам очень интересные истории об историях создания микроскопа и как благодаря этому собственно сегодня мы умеем бороться из такой болезни как рак и безусловно музыка в этом случае играет роль такого я бы сказал как вы правильно привели визуально а вот аудио дорожка звуковая дорожка и визуальный ряд в данном случае музыка становится таким линком связующими вот этим вот звуковым потому что если с нашим случае это спикеры то есть там будет ну да 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 а я как композитор связую и спикеров и визуальную картинку помогая зрителю проникнуться и лучше понять то о чем собственно рассказывает фильм но сейчас делаем небольшую паузу потом продолжим напомню что у нас в гостях кристина пантелеева культуролог и также георгий гусев российский музыкант композитор и мы говорим сегодня о том как сегодня пишется музыка для кино в данном случае для документального то второй части мы поговорим может быть еще о каких-то подходах и культурологических и музыкальных потому что сегодня явно есть такая такой запрос у общества на самые разные звучание визуальное все что угодно об этом чуть позже напомню что программа открытый диалог у нас сегодня в гостях два замечательных представителя творческого направления один работает в музыкальном направлении только в музыкальном георгий гусев российский музыкант композитор и также кристина пантелеева культуролог мы говорим о музыке о музыке в кино потому что совсем недавно эти два замечательных человека участвовали в проекте которые они сами создавали георгий был куратором а кристина отвечала за художественную часть проект был посвящен проблемам онкологических заболеваний и вот так в музыкально в научно музыкальном я бы даже так сказал ну или музыкально научном тут что кому кого победил что называется плане они рассказали об этом я хотел бы сейчас чтобы мы в оставшееся время поговорили насколько сегодня вообще музыка является самодостаточной потому что масса фильмов художественных сериалов до где есть так называемая главная тема если главной темы нет то как бы до неузнаваемости и так далее и тому подобное мы также видим что во всем мире она несмотря на все сложности которые существуют и будут существовать и существовали есть ряд композиторов да и ряд режиссеров которые собственно говорят себе место забронировали пробить эту музыкально-художественную брешь очень тяжело первый вопрос кристина к вам насколько сегодня люди вообще реагируют на тот музыкальный или аудио ряд который идет в кино который идет в разных программах музыкальных просто программах да насколько музыка сегодня играет какое-то таки второе место после картинки или первое я с этим не соглашусь мне кажется что это такой синтез и наверное при каком-то правильном распределении сил в конечном счете либо это будет культ создается культ либо создается ну не хочется никого обижать но просто возможно какой-то стандартный продукцию во времени и вот как вы недавно сказали о картинах и музыкальных каких-то музыкального сопровождения к этим картинам я имею ввиду художественное кино очень часто именно музыка переживая этот самый кино но мне кажется что очень так как мы все разные мы все по разному воспринимаем информацию кто визуал кто аудио и так далее возможно музыка просто заставляет испытать какие-то эмоции пережить какие-то те волнения которые так или иначе сопровождали нашу жизнь и поэтому она так нам дорога поэтому мы так не то чтобы привязываемся к ней но испытываем какие-то особые трепетные и очень личные чувства то есть иногда она может состояться отталкиваясь вроде бы как ну от материала который по мнению режиссера все-таки был немножечко вторичен вдруг она начинает занимать от фильма остается музыка но он вижу такие примеры теперь вопрос георгию я тут летом успел побывать в питере на концерте одного большого такого музыкального коллектива который как раз исполняет музыкальные треки из всевозможных фильмов большой собранный из разных ансамблей оркестр который звучит все замечательно все хорошо и они по-своему как бы при переигрывают да эти знаменитые мелодии все фильмы нам известны и наши и импортные зарубежные вот и есть вот четкое ощущение что какая-то вещь действительно сама по себе состоялась а какая-то все-таки вот ты понимаю что ты видишь кино и не как-то эту музыку то есть музыка классная все как но ты видишь кино вот вам как композитору в данном случае именно как композитору ведь вы же понимаете что если даже берем не ваш проекта предположим вам сказали вот георгий мы хотим чтобы написали музыку для нашего художественного фильм вам же кажется что я то делаю большое дело музыка для ваш главу для вас то главнее вот как правильно распределить что в этом про проекте должно быть иметь вот это кто первее к сожалению очень часто встречаются картины в которых музыка совершенно не соотносится с картинкой и мы знаем великие картины в которых абсолютно какая-то блеклая непонятно и даже зачастую мешающая музыка мы знаем великих композиторов недавно ушедший от нас а не у марикона который написал столько гениальных тем вряд ли мы вспомним все картины когда писал эту музыку но его великие мелодии точно звучат у нас постоянно поэтому да и то что я вижу все таки я очень много пересматриваю все картины выходящие и на отечественном рынке и на западном у меня много друзей в индустрии как у нас так и там и я вижу что к сожалению композиторское искусство кино она уходит то что я вижу я надеюсь она вернется не надо почему она уходит все таки во первых композиторы перестали использовать оркестры сегодня очень часто создается музыка digital то есть все настолько просто можно написать на синтезаторе кабинет на кейборде да в кабинете используя все эти sound libraries потому что все-таки раньше музыка если мы возьмем великие картины которым писалась музыка тем же самым джоном были с выльямсом в содружестве с ее ма то есть когда композитор работает непосредственно с исполнителем этой мелодии для того чтобы создать шедевр и безусловно все вы заждаем обсуждая все с режиссером то есть да вы совершенно правы что очень часто бывают примеры когда музыка просто может мешать тому что происходит на экране и здесь задача композитора во первых понять задумку режиссера и создать тот материал который не будет отвлекать зрителя а наоборот поможет ему лучше понять да для композитора не будет обидно что все-таки музыка идет вторым планом или тут невозможно так сказать что это первый план или вторым знаете гениальная музыка навсегда себе найдет дорогу как правильно сказали что очень часто музыка переживает кино и балет и если мы обратимся к другому жанру до балета очень часто что музыка переживает сам по себе визуальный ряд на сцене который собственно должен быть главным и он является главным когда композитор пишет музыку к балету в кино то же самое происходит очень часто я думаю что если композитор талантливо и правильно напишет пусть даже одну мелодию к фильму так называемый саундтрек главной мелодию да то она всегда будет звучать и она всегда будет узнаваема и люди будут вспоминать об этом фильме благодаря этой мелодии они наоборот но вот крестину хочу подключить к этому разговору говорят что ну скажем так специалисты что сейчас георгий будет на меня обижаться немножко но я шучу конечно но огромное количество замечательных актеров и на отечественном рынке и на западном не огромное но вполне себе приличное число режиссеров которые могут создать хороший проект с вот этими вот замечательными актерами причем многие из них мы видим сейчас работают такие маститы режиссеры в художественном жанре они работают и в документальном тоже снимают потому что они хотят никого ухода от актеров а сами хотят до прощупать и создать некий свой мир но в документальной документалистики композиторы тоже есть как мы выяснили которые пишут музыку и есть такие тоже маститы есть начинающие есть с оркестром есть без оркестр в чем проблема оказывается самая главная проблема это сценарий нужен сюжет потому что вот я подойду георгию скажу вот там условно я хочу снять кино и точно знаю что ты будешь играть у меня все вот мы там санса все договор вот георги должен спросить хочу о чем кино то правильно как все снимать да да какой сюжет вот как вы считаете кристина почему сегодня такой дефицит сюжетов как сказал классик что все уже действительно написано возможно это как раз таки проблема подхода потому что здесь можно оттолкнуться от знаменитой лотоновской фразы что форма образует содержание то есть не обязательно должен быть сюжет можно оттолкнуться от какой-то одной единственной идеи и формообразной скажем так идеи и построить и сценарий сюжета и абсолютно всю историю повествования этого фильма книги чего угодно а можно иметь абсолютно все подготовленную историю сюжет команда актеров но так и не облечь это все в правильную форму не музыкальную не визуальную не какую-либо еще поэтому мне кажется что эта проблема достаточно глубокая чтобы ее так ли и вот глубоко как у нас такая программа я думаю что наш великий тарковский как раз здесь приходят очень хорошо в пример когда я сомневаюсь что многие из нас могут вспомнить сюжеты его фильмов но точно каждый из нас помнит определенные моменты кадры музыку баха который он постоянно использовал именно вот благодаря тому что говорит кристина я хочу добавить что один из участников нашего проекта тоже величайший продакшен дизайнер художник-постановщик дома русский это правильно звучит голливудский обладатель премии оскара множество других премий денис гаснер который также пережил рак в очень молодом возрасте было 35 лет когда он заболел и он рассказывает также о своей истории выздоровления и о том как работа в принципе ему помогал он снял сразу после выздоровления замечательный фильм шоу трумана с как зовут актера джимом керрида и денис является одним из моих менторов он мне постоянно говорит когда я обращаюсь к нему с какой-то идеей как композитор и вот сейчас тоже у меня консультировал по этому фильму денис мне говорят георгий в первую очередь история что ты хочешь рассказать это может быть просто одно предложение твоя идея но если она трогает то тогда имеет смысл на эти работы ну как ни крути возвращаемся к великой к великому вопросу великого зачем да да зачем что вы хотите сказать то есть тогда подводя некие итоги мы понимаем что может быть огромное количество денег как у нас любит бюджет картина да или бюджет проекта могут быть самые известные сливки для футбольная команда да и можно проиграть а можно собраться и вот как так какой то будет атмосфера появится когда появление шедевра просто предсказано уже самим временем вот в завершение хочу на задать такой вопрос наш мир все таки как вы считаете георгий ой глобальный вопрос не пошли он все-таки музыкальный или анти музыкальный наш мир потому я поясню почему анти музыкальный потому что когда человек хочет отдохнуть он что говорит я вот хочу прийти домой все выключить свет выключить все звуки выключить лечь и и им и поспать вот а кто-то например засыпает только исключительно слушая музыку в наушниках кто-то должен включить музыку так чтобы не давать спать всему дому да вот наш мир он музыкальный я отвечу вам последней фразой который завершается наш фильм музыка клеток эта фраза в каждом из нас звучит музыка эта музыка клеток то что вы сказали что да сегодня все чаще и чаще мы хотим идти в тишину чтобы избавиться от фонового шума но не надо забывать что музыка это не фоновый шум музыка это нечто такое созданное гениальным композитором что наоборот позволяет людям приходить гармонии именно по этой причине мы все чаще и чаще хотим возвращаться к любимым мелодиям и я думаю что безусловно музыки есть определенное спасение спасение особенно сегодня когда мы настолько сильно окружены фоновым шумом то есть то тот дисбаланс то дисгармония которым мы приходим в течение дня она может быть восстановлена прослушиванием чего-то очень дорогого что вам напомнит о самых прекрасных моментах вашей жизни и вот тут хорошо подходит ки слова трек тоже трек может быть и классическим поставлю свой любимый трек вот кристина гармония победит я думаю безусловно вот на этом поставим точку благодаря участникам нашей сегодняшней даже дискуссия получила такая интересная это кристина пантелеева культуролог очень толерантно относящаяся ко всем творческим людям всем только хорошее сказала я все провоцировал провоцировал не как ну и георгий гуси российский музыкант композитор вот куратор проекта которым мы тоже вспоминали сегодня периодически музыка клеток это проект научно-исследовательский документальный фильм который вот с конца сентября уже можно будет увидеть посмотреть на работу георги уже в роли автора музыки к конкретному проекту ну и вам желаем уже замахнуться на что-то художественное уже чтобы прям за главная тема что прям бассива никакой ряд треков специальных спасибо большое это была программа открытый диалог говорили о прекрасном так что задумайтесь всего доброго с вами был николай пивненко до свидания